Здравствуйте, меня зовут Валерия, я визажист и сегодня я буду показывать вам новогодний макияж с акцентом на глаза. Для начала мы будем подготавливать кожу с использованием BB крема. Он отлично перекрывает несовершенства, содержит в себе микрокапсулированные частички пигмента, которые подстраиваются под оттенок кожи, но тем не менее прекрасно скрывают несовершенства. Я выдавливаю небольшое количество крема и разогреваю на руке пальчиками, чтобы активировать частички пигмента. Далее я могу наносить крем на лицо. Мне нравится распределять тон влажным спонжем от Foyette. Он прекрасно распределяет тон и позволяет нам сделать покрытие невесомым. Данный BB крем можно использовать как завершающий этап ухода для кожи, так как он сочетает в себе не только уходовые, но и декоративные свойства. Преимущество работы со спонжем это то, что мы можем наслаивать BB тон. И также, если нам кажется, что мы нанесли много тона чистой стороной спонжа, мы можем убрать излишки, если нам кажется, что тон получился достаточно плотным. Продолжим коррекцию консилером в оттенке 74 от Foyette. Наношу консилер на зоны под глаза, на Т-зону, на спинку носа, под уголки губ и на крылышки носа. Растушевывать будет удобно спонжем. Уголком спонжа мы можем растушевать недоступные места и также продублировать растушевку подушечками пальцев. Оформляем брови пудровым карандашом для бровей от Foyette в оттенке 73. Карандаш с удобной щеточкой сначала прочесываем брови и выявляем места с пробелами, которые впоследствии будем заполнять карандашом. Оформление бровей завершаем прозрачным гелем. Гель для бровей имеет удобную щеточку, хорошо распределяет средства по волоскам, имеет стойкую фиксацию. Продолжаем наш макияж с помощью сатиновой помады и с помощью нее делаем румяна. Это освежающий оттенок номер 21. Текстура помады хорошо растягивается и растушевывается без использования кисти пальчиком либо спонжем. Приступаем к макияжу глаз и начинаем с стиком для век в оттенке 60. Наносим стик от Файет на подвижное веко. Стик имеет заостренный кончик, что позволяет нам подобраться к ресничному краю как можно ближе. Очень важно не оставлять пробелов у ресничного края и полностью заполнить зону подвижного века. Границу будем растушевывать пальчиками. Продолжаем макияж темным карандашом для глаз в оттенке 79 от Файет. Данный карандаш имеет очень тонкий гриф и мы будем прорисовывать межресничное пространство и усиливать ресничный край. Закончим макияж глаз с помощью объемной туши для ресниц. Тушь имеет прекрасную воздушную большую щеточку. Макияж достаточно яркий, интенсивный. Нам нужно качественно и густо прокрасить ресницы, как нижние, так и верхние. Хорошо прокрашиваем ресницы у корня зелезагообразными движениями и вытягиваем в уголочек. Тушь дает классный объем за счет того, что у нас есть возможность густо прокрасить корень. Макияж губ будем выполнять в оттенках, которые сочетаются с румянами. Это сатиновая помада и блеск для губ в оттенках 21 и 10. Контур губ будем выполнять карандашом для бровей в оттенке 72. Для начала заполним губы оттенком номер 21, это сатиновая помада. Ее же мы наносили как румяна. Контур губ выполняем с помощью карандаша для бровей в оттенке 72. Наносим контур тонкой линии и легонько растушевываем эту линию к середине. Приступаем к завершающему этапу макияжа губ. Наносим блеск в оттенке номер 10. Посмотрите, какой изумительный макияж мы выполнили с помощью косметики Foyette. И я желаю вам новогоднюю ночь блистать и притягивать в себе не только комплименты, но и самые положительные события. Субтитры создавал DimaTorzok